Производители Кашемира обратились к правительству с просьбой поддержать их в заготовке сырья еще два года назад. Цены на пух и шерд за это время выросли в три раза. Положительное решение этого вопроса властями станет не только поддержкой отечественного производителя, но и обеспечит увеличение экспорта и создание рабочих мест. Они в этом убеждены. Отрасль обеспечивает работой очень много женщин. В ГОБе работает 1300 человек, в ЭРМЛ около тысячи. Маленькие фабрики по 10 человек умножить на 200 цехов – это еще около 2000 рабочих мест. Еще одна особенность кашемировых фабрик в том, что зарплаты тут не самые низкие. Так что если плетельщица поступила на работу, она ее уже не бросит. Известно, что китайцы за более высокую цену скупают сырье напрямую с рук скотоводов, и на долю отечественных производств остается лишь малая доля. В этом году на крупных фабриках осталось уже совсем мало запасов, и малые компании, которые покупают у них обработанные нити, теперь тоже вынуждены приобретать импорт. Неумение использовать собственные ресурсы и покупать свое же сырье, как импортное – самое худшее, что могло произойти с отраслью. 4 тысячи тонн кашемира, которые вывозятся из Монголии, составляют около 10 миллионов готовых изделий. К сожалению, сегодня в Монголии производится только около миллиона таковых. Необходимо решить эту проблему, и только так мы внесем свой вклад в экономику страны. Определенного решения о порядке выдачи льготных кредитов у государства пока нет. Известно, что их выдадут 12 организациям, отвечающим определенным требованиям. Тут понадобится залог, расчеты по уплате кредита, бизнес-план. Если компания удовлетворит 8 показателей, она сможет получить кредит. Крупные фабрики тянут за собой маленькие цеха, их около 200. Надо также организовать обучение. Союз Монгольский Кашемир будет проводить эти работы поэтапно. Параллельно с выступлениями производителей кашемира парламентский посткомитет по экономике обсуждал законопроект о бондах. Депутаты предложили поддержать таким же образом и другие отрасли, например, сельское хозяйство. Также попросили объяснить причину столь позднего внесения так называемого кашемирового законопроекта. Министр отрасли дал следующий ответ. Если бы мы утвердили закон до 1 мая, выгоды было бы большим. Не учли такое слишком долгое рассмотрение. Восточные районы начинают с 1 мая работы по расчесыванию шерсти. К этому приступило уже 90% производителей. В центральных районах 70-80%, а сырья мало. В течение двух рабочих дней этот вопрос все-таки должен быть рассмотрен парламентом. Чем быстрее утвердят закон, тем больше денег и времени будет сэкономлено. Салонгост Станислав Хазыгаев, Энх Белэк, Аист Монголия.